Не подводя итогов понедельника, с уверенностью можно сказать, что светлая память друга кремлевского фюрера Евгения Пригожина, что бы с ним далее не случилось, навсегда останется в нашей памяти и, наверное, в российской истории. А смотрите сами. Во-первых, его вооруженный недометеж, о котором еще долго будут говорить во всем мире, показал, что путинское общество с ограниченной ответственностью под названием Российская Федерация, довольно хлипкая конструкция, которая может развалиться проще и быстрее, чем в свое время это сделал Советский Союз. Достаточно было появиться одному уголовнику в сопровождении нескольких тысяч вооруженных урок, как вся государственная машина подавления села на корточки, разойдя руки с привычным приветствием КУ. Ни те героических ментов или росгвардейцев, бросающихся в патриотическом угаре с гранатой в руках под пригожинские танки, ни армии, защищающей всей своей мультипликационной мощью родные рубежи от вторжения внутреннего врага, ни даже КГБшников, которым сам Бог велел блюсти, то самое, что в их аббревиатуре начинается с буквы «Б». То есть разбежались все пацаны в погонах по щелям, как те звери Корнея Чуковского от тараканища. А кто родину-то защищать будет? Я, что ли, спросил Путин сам себе. Да нахер она мне нужна, ответил самому же о себе и отвалил на вертолете в дальний бункер. РФ разваливайся не хочу. Во-вторых, верноподданному народу РФ, несмотря на запредельные показатели социологических опросов, демонстрирующих любовь в засос к Путину, оказалось совершенно до лампочки все, что происходило во время так называемого мятежа. Широкие массы трудящих не рванули на московскую кольцевую автомобильную дорогу, рыть окопы или ставить противотанковые ежи для встречи путинских бандитов. Выяснилось, что, ну, пофигу стране этот самый Путин вместе с его режимом. А в Ростове-на-Дону так вообще Вагнера встречали и провожали цветами, как освободителей. Придется, видимо, теперь кремлевской шайке что-то делать со своим населением. Трудящимся срочно нужна прививочка любви и патриотизма. Так что, ребят, готовьтесь. Боюсь даже думать, что теперь будет происходить на федеральном телевидении. Ну и третье, о чем говорю с горечью, Украина не смогла воспользоваться ступором кремлевского режима для начала мощного контрнаступления. Как когда-то в 2014 году Путин захватил Крым и организовал оккупацию Донецкой и Луганской областей. Сегодня, похоже, генерал-людоеды Шойгу уже пришли в себя и готовы плюс-минус адекватно реагировать на происходящее на фронтах. А могли бы вооруженные силы Украины, как мне кажется, уже сегодня входить с боями, если не в Симферополь, то куда-нибудь в Красноперекопск. А так только небольшое село сегодня отбили у оккупантов. А могли бы. Кстати, в Штатах все чаще на телеке появляются всяческие американские генералы и политики, которые пока в полголоса начинают говорить о том, что, мол, как-то медленно армия Зеленская осваивает присланное ей западное оружие, на которое уже угрохана куча денег местных налогоплательщиков. И вот еще что, тоже не подводя итогов. У диктатора Путина во время марша бандитов Пригожина была уникальнейшая возможность наконец-то использовать тактическое ядерное оружие. Долбанов какой-нибудь ракетой с зарядом килотон там в 10, больше и не надо. По этим самым недомятежникам, чтобы всему миру стало понятно, что он все-таки фьюрер с яйцами. Ну, по принципу, бей своих, чужие бояться будут. А то, что рядом превратились бы в пепел несколько десятков тысяч граждан России, так это их кто-сего считает. Тысяча в рай, тысяча в ад. Зато. Но и этого парень сделать не сумел. Посмотрим, где и как теперь всплывет Пригожин. И что будет с его армией уголовников, возведенных Путиным в герои, которые для него, для Путина оказались вовсе и не героями.